Потому что разошлась с мужем, во-первых, во-вторых, у них дружба сохранилась, а меня как бы отодвинули в сторону. Но потом он женился на Варине Владе, и я как-то... Ну, меня это не очень устраивало. Не в смысле того, что я там в нём что-то питала. Ну, просто были какие-то свои мои вещи, которые мне не могла ему за это простить, за то, что он, в общем, предал одного человека. И поэтому он как бы предал, ну, свою любимую другую женщину, понимаете. Ну, так произошло. Ну, всё бывает в этой жизни. И мы так разошлись. Ну, вот то, что я его знаю, он приезжал к нам домой часто, и приходил ко мне, к нам домой с Вала, с Лёшей, и песни свои пел. Правда, мы не могли записать ничего, у нас не было магнитофона тогда, но всё равно это были прекрасные... Он очень хороший был товарищ. Он действительно друг был, самый надёжный, самый верный. И он сам считал, что дружба, это превыше всего, даже любовь настолько сильна, как дружба должна быть сильна между людьми. И он действительно, он очень был добр, он мог отдать всё. Он мог вот эту, которую дублёнку там привозил, не знаю, откуда-то из Парижа, привезёт дублёнку, тут же кому-то понравится, он её снимет с себя и отдаст. Он, правда, не был очень таким уж прямо рубахой парнем. Такого не было. Всё-таки он был достаточно закрытый. Он знал, сколько ему можно открыть, сколько ему, чего ему не надо открывать. Но в жизни он был, я не знаю, он, во-первых, был компанейским. Вот он никогда, вот мы снимали «Вертикаль», он не пил вообще. То есть ни грамма, совершенно. И ему, вот он сидел с нами, мы же всё время выпивали, мы все выпивали. Ничего не поделаешь. Ну, молодые были, господи, да ещё, как бы так, вечером после съёмок приезжаешь, холодно там, в мороз, вообще, конечно, хочется что-то выпить, закусить. Володя не пил, но он был компанейским. В любом случае, он сидел за столом, он брал гитару, он пел, он не был никогда раздражённым, у неё не было никакой злости. Потому что, там, другие, знаете, бывают, которые выпивают, а им не дают. В этот момент они начинают злиться, они становятся агрессивными. Володе такого не было. Действительно, это была болезнь алкоголя. Это болезнь была. А поскольку много доброжелателей вокруг было, и они его сбивали с пути, вот это вот страшно. Если бы не было таких доброжелателей вокруг, может быть, он бы дольше прожил. Так он был очень чудесным человеком, очень добрым человеком. Когда кто-то его спросил, скажите, а это приятно быть знаменитым? Он сказал, ответил, что да, знаменитым хорошо быть, потому что тогда у меня есть возможность помогать друзьям. И он прав совершенно. Потому что он мог зайти в любую больницу, к любому, не знаю, там, министру, попросить за друга, там, кому-то квартиру, кому-то в больницу устроить. И он действительно это и делал. Он даже на себя не столько обращал внимание, сколько на своих друзей. И помогал им. Так он был отличный человек. У нас еще вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Скажите, а какую вашу роль вы считаете лучше, какая вам ближе нравится? Вы знаете, ну действительно, вот я говорю, визитная карточка на семи ветрах, и я могу сказать, что действительно она мне дорога. Потому что, ну не потому что я там что-то, ах, сделала там такого. Там делали все вокруг меня. То есть мой образ создавали артисты, которые находились вокруг, а вокруг меня находились очень хорошие артисты. И все, каждый играл свою роль, свои эпизоды, потому что картина из эпизодов состоит. И моя героиня, она вырастала потом в героиню, в крупном, с большой буквы. И поэтому это благодаря артистам вокруг. Но я ее люблю, потому что она мне дала имя, она мне дала популярность. Я вот всегда рассказываю историю, как я ехала в троллейбусе, сидят два парня, немножко такие, навеселее. И между собой там анекдоты какие-то рассказывают. А один так посмотрел, я сижу через проход, посмотрел на меня, толкает друга и говорит, ой, слушай, а вот эту бабу я знаю. А тот на меня посмотрел, говорит, а я что-то ее не знаю. И вот они начинают вспоминать, знаете, откуда он меня знает. А мне уже стало неприятно, потому что они громко говорят, они немножко на веселе были, поэтому они громко говорят, не обращают на людей внимания. Все начинают на меня так поглядывать. Я думаю, выйду я на другой остановке из этого троллейбуса. Только собралась выходить, вдруг слышу за спиной громкий голос. Узнал. Я так оборачиваюсь, сейчас выскажет Лариса Лужина, фильма «Семи ветра». Только он говорит, слушай, так это же наш бригадир со второго строительного участка, сказал. Вот так вот я вышла в бригадир. Так как женщина одна подошла после «Семи ветра», тоже на картину уже прошла по экрану, она подходит, говорит, остановится, говорит, скажите, вы артистка. Я говорю, да, Лариса Лужина. Я говорю, да, ну надо же, прямо одно лицо. Ну так. Вообще, конечно, картина принесла, вот, вы знаете, принесла, много писем получала, много объяснений в любви было, естественно, особенно даже глаза. Вот там есть такой, есть кадр, когда мы делаем операцию, там операцию проводим с Кларой Степаном Лучко, и у нас повязки у всех. И Шумский Вячеслав Михайлович очень потрясающий оператор, с которым Ростоцкий снимал все свои картины. Если вспомните, о Зоре здесь есть, как он там девочек всех снял, потрясающий актрис. И он снял так глаза, что мне потом писали письма, вот именно про глаза, что влюблены в глаза вообще. Вот знаете, вот эта картина, она мне, у меня много с ней связана хорошим. Как мне носки дарила женщина, влюбившись в мою Светлану, чтобы понять, что я такая же бедная, как моя Светлана на экране, что нужно меня поддержать, помочь там, не знаю, чтобы у меня тепло было зимой. Какие-то присылали пасы, ну это все связано с этой картиной. Потом было много. Я очень люблю еще одну картину, честно сказать. Это Светлана Дружининой «Исполнение желаний». Есть такой фильм, это по Каверину, сделано про десятую главу Пушкина. Разыскивается десятая глава Пушкина. Там у меня был прекрасный, совершенно гениальный, подписывающий партнер Иннокентий Михайлович Смоктуновский. Я благодарна судьбе, что меня Светлана пригласила. Я играла там роль непохожую, не простую девушку, как Светлана Ивашова. Там не какую-то деревенскую, как в «Любовь Серафима Фролова», деваху такую сельскую, а играла женщину-аристократку, женщину из высшего света. Это мне надо было переставиться. Я таких костюмных, и еще я у нее снялась в костюмном фильме «Тайна дворцовых переворотов», и я вот ей за это благодарна. Поэтому вот эти вот есть вещи, которые у меня... «Тайна дворцовых» там роли не особо, а вот исполнение желания – это очень хорошее, на самом деле. Мне самое нравится. Скажите, вы занимались кино, и здесь Евгений Мурбанский, да, Большой Ударь? Да. Вот, я бы как-то спросить, вот, несколько слов можно мне сказать? Я в Росфорбове, где он уже учился. Я сейчас жил в Баран, Баран занесенный весь Север, как всегда, до Крымшины, учился в первой школе, школа теперь названа. Име, да? Ну, да, в прошлом году сделали, там, как я знаю, памятник поставили, и все хотят у нас назвать, но пока никак не называют. Вот, весь город очень гордится, что… А какой город? И там, и там, и там, и там. Да, там снимался кино «Сучь на шахте». Там тоже снимался кино «Сучь». Много приезжало артистов, очень, вот он привозил очень много туда артистов. Очень близко, он туда приезжал постоянно. Ну, тоже, видите, как рано ушел, вообще в 30-35, по-моему, ушел из жизни. Ну, Женя, вот я только связана была на картине, вот, Большая Руда, я его знаю только по этой картине, у меня, так сказать, особо таких близких отношений с ним, таких дружеских-то не было, но я просто его запомнил, он был необыкновенный совершенно человек. Я, во-первых, такого масштаба артистов просто мало, вот у нас сейчас нет такого артиста. Я не в смысле имею в виду, что у нас есть очень хорошее, много талантливых. Но вот эта вот масштабность, вот эти, они как будто все выше ростом. Вот такое ощущение, да? Вот этот коммунист, вот представьте, сразу коммунист, чистое небо. Вот это Маяковство, вот я его сразу действительно воспринимаю, как Маяковского, Владимир Владимирович, потому что Женя очень любил Маяковского читать. И мы когда снимали в этом, как же это город назывался-то, я забыла, где мы снимали Большую Руду, и там город такой, который, там открытый, этот самый, открытый карьер, железную руду добывали. И он был такой, где, куда всех заключенных, когда их выпускают на волю, там они оседали. Дальше этого города их никуда не пускали. Они должны были там, на место жительства оставаться. И вот, конечно, там никого-то, какие-то бандиты в основном жили, такое ощущение, потому что страшно даже было. Женя знакомился и приводил к нам в гостиницу этих, там, каких-то мужиков каких-то, непонятно. Однажды он пришел с таким человеком, ну вот он проникся к нему как бы с симпатией, потому что тот любил Есенина, обожал Есенина. Он такой был невысокого расточка, с голубыми глазами, белокурый, сам на Есенина похож, а Женя читал Маяковского. И вот они придут в номере и устраивают нам вечер. Они, значит, стоят такой огромный, Евгений Урбанский, рядом стоит этот маленький Есенин. И начинает, кто перечитает, кто кого перечитает. «Я достаю из там широких штанин, дубликатом, без сцены». А этот начинает, «Мне жало, мне грустно на тебя смотреть, какая боль, какая жалость, но только Ивова ведь в сентябре с тобой досталась». И вот это настолько было. Почему узнали, что это такая зубица еще, вдобавок ко всему? Он сидел за убийство, этот Есенин, любитель Есенина. А вот Женя как-то относился по-доброму ко всем. Он был как большой ребенок. Вот я его запомнила при всем своей мощи, вот этой фигурой такой, этим губам. Он пел потрясающе, он пел великолепно. Он так романсы исполнял, играл на гитаре. Был безумно талантливый, был человек. Так жалко, что он очень рано ушел. Но вот он как, но обижался как ребенок. Просто вот, ну, любое слово скажешь ему, он надуется, у него будут такие сразу, такие надутые, немножко такое совсем. Ну, как маленький ребенок. Так что, ну, я не знаю, жалко, вот он ушел. Вот он, видите, как он из жизни-то ушел. Говорят, очень похоже, как Пронякин. Ну, я знаю, как он ушел, но я говорю, что похоже, как этот мистический такой конец, как он погиб у нас в картине «Большая руда». Играя Пронякина, он разбивается на машине. И точно так же на следующей картине в директоре он разбился. Прям-то как будто похожа очень судьба героя на судьбу его самого. Прошу, пожалуйста, вопрос. Лариса, я с упоением прочла вашу книгу. Она читается очень легко. И там не только просто ваша биография. Там описано очень много моментов людей, с которыми вы встречались. И это было очень интересно. То есть она вот прям о многом. И я хотела спросить, вы там пишете о той роли, которую вам хотелось бы сыграть, но вы ее не сыграли. А вот интересно, что в этой роли, вот в этой женщине вас привлекало, и почему именно эту роль вы бы хотели сыграть? Вы знаете, я честно говорю, я хотела Васу Железнову сыграть. Вот у меня роль, почему-то меня заклинило на Васу Железнову. И я хочу, и до сих пор хочу я сыграть Васу Железнову. Но уже все, как говорится, я уже, конечно, не сыграю. Но вот... Потому что я в жизни, по жизни, я очень достаточно мягкий человек. И достаточно беззащитный человек. И у меня такой... Нет воли, там, характера сильного. Этого я в себе не ощущаю. И... Ну и не лидер я, понимаете, в жизни. И мне хотелось бы сыграть такую роль, которая, может, мне отдала бы эти качества. Мне кажется, что у Васи Железновой все это есть. Этот железный характер, воля, не знаю, там, упорство, ум. Ну, все, что должно быть в женщине, наверное, лидере. Вот мне казалось, что если я сыграю Васу Железнову, если я смогу себя преодолеть и смогу показать ее вот с такими качествами, то, значит, я приобрету и сама в жизни. Потому что... Эти качества. Потому что многие, кстати, вот кто... Актеры играют какие-то образы, они многие вещи берут на себя, переносят потом на себя, не замечая этого, что они где-то немножечко становятся вот этим же человеком, которого они сыграли. Вот поэтому я, наверное, хотела с Васу Железновым. Сыграйте. А у нас еще вопрос здесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, у меня какой вопрос? Из детства, наверное, я пролистала Вашу книжку и увидела, что Вы в Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкий, да, и Вы, как Вы сказали, я просто тоже в Кемеровской области. Мне интересно, Вы когда-то вернулись... Это же почетный шахтер Метулиев вручил. Даже не сомневаюсь я в этом. Метулиева. Хотя один раз пыскались в этот шахтер. Да. Вы когда-то еще возвращались? Да, я была совсем недавно. Я была буквально года три, наверное, четыре назад. Я приехала куда-то в Иркутск, или кто еще там поближе, Иркутск, по-моему, да? Кто там, как... Нет. В общем, я не помню. Я помню, что мне сказали. «Повезем тебя в Ленинск-Кузнецк». Я говорю, хотела посмотреть, но я не узнала. Я не узнала. Потому что тот Ленинск-Кузнецк, который был в 44-м году, это была, в принципе, деревня. Это были избы такие. Мы жили даже в землянке одно время поначалу. Я помню, как нас никто не хотел брать. Потом одна женщина сжалилась, когда мы вдвоем с мамой остались. Всех разобрали, блокадников там, этих самых эвакуированных. А нас что-то никто не взял. И мы думали, куда нам деваться? Поезд ушел, а мы стоим на платформе и не знаем, что делать. И только вот женщина увидела, что мои глаза наполнили слезами. Она подошла и сжалилась над нами, взяла нас к себе. И так мы благодарны этой тете Наташи. Я так сейчас помню ее. И я помню, это была такая деревня. А мы еще попали, еще зима началась. И вот я только помню, что мы прыгали. Там какие-то избы были такие, что мы с крыш прыгали в сугробы. У нас была собака там какая-то хорошая. Букеты я свалила, сибирская лайка. Кот тоже какой-то коричневый был, пушистый. Ну, был очень интересный. Хорошее было. Вот короткое детство у меня там проведено в Ленинск-Кузнецке. Но я его запомнила. Просто, знаете, я стала читать, и вы прыгали в сугробы. Такие они мягкие были, вот как мое детство. Да. Точно так же. Прыгали, вообще ничего, никаких там штанишек, ничего особо такого не было. Теплого прям гола задница. Снег, по-моему. Но все равно это было. Не замерзали, не болели. Все было прекрасно. И вот там я получила, как раз я рассказывала вот эту историю, когда там маленький был мясокомбинат, малюсенький. И к нашему детскому саду пригласили нас в этот мясокомбинат на Новый год. И мы читали, дети, все стихи. Я тоже прочитала свое первое стихотворение исповедь танкиста Твардовского. И меня тогда женщина у Ёлочки, это сам директор этого мясокомбината, взяла на руки, понесла в другую комнату и подарила мне котлету. И вот это я запомнила. Вот еще с Ленинск-Кузнецком связано. Вот эту котлету, я помню. Ну, блокадному ребенку, вдруг котлета мясная, причем настоящая была мясная, с запахом вкусная, сочная. Я говорю, я никогда больше такой вкусноты не ела в своей жизни. Так что Ленинск-Кузнецкий, я вспоминаю с благодарностью. Очень приятно. Так, мы последний вопрос на сегодня возьмем, мы будем к автограф-сессии переходить. Добрый вечер. Знаете ли вы или помните ли вы какие-нибудь эстетские песни или сказки? Чему вообще вас учил дедушка из культуры вашего? Вы знаете, я скажу вам, у меня дедушка, когда я приехала в Таллинн, мы приехали к дяде. А делал карл Густав Трейер. А дедушка был Адольф Густав Трейер. Мама моя, кстати, отчество свое не называла. В блокадном Ленинграде никому. Евгения Адольфовна, она не говорила. Она очень стеснялась, боялась. Но я дедушку не помню, но я домой учили. Мы жили, я в семье говорил. Я... Пожалуйста, я могу с вами по-эстонски поговорить. Вот даже понимать, я все понимаю. Стихотворения я не помню никаких, песен тоже не помню. Потому что у них очень заунывные песни. Мне, кстати, их песни не очень нравятся, если честно говорить. И русские песни больше нравятся. А вот так язык я вспоминаю. Особенно вспоминаю почему-то по ночам вижу сны на эстонском языке. Просыпаюсь и думаю, надо же, а я помню что-то. Столько лет прошло. Это уже прошло, господи, 40 с чем-то лет, а я все помню эстонский язык. Ну, мне нравится Таллинн. Это мой второй, это мой... Считаю, это мой родной город, я считаю. Потому что я там с пяти лет до двадцати. Я, собственно, там все детство прошло, вся юность прошла у меня в Таллине. Так что... Ну что ж, друзья, я попрошу ваш аплодисмент. У нас в гостях сегодня была народная артистка, господи Лариса Анатольевна Гружина. Я еще хочу посмотреть две четверостищи, которые мне нравятся у Виктора Бокова. Есть такие строчки, обожаю. И Шпай как-то вышел на сцену, прочитал, я запомнила. Думаю, знаешь, какой хороший. Я спросила, он говорит, это Виктор Боков. Причем первый начал, я не помню, только вот четверостищи последние. Любите жизнь, потому что жизнь — это чудо. А чудо не запретишь. Да здравствует амплитуда, то падаешь, то летишь. Вот всем желаю только высоких полеток. Это же... Да, я хочу представить. Подождите, вот сейчас будем давать автографию, Женя. Ты не против, да? Женечка пришел, Бог, автор-исполнитель. Я просто как бы... Он меня поддерживает. И вот в помощь ко мне, в поддержку пришел с гитарой. Я хочу вернуться немножко в свои 70-е годы. И послушайте, Женя попоет, а я в это время могу давать автографию, у кого есть. Женечка, давай. Итак, дорогие друзья... Евгений Богов, правильно? Бабков, то есть. Евгений Бабков. Автор-исполнитель. Летчик бывший. Ну, красиво, молодой еще, по-моему, нет. Он, правда, техник по обслуживанию самолетов, да? Да. Итак, дорогие друзья, автограф-сессия будет проходить вот по этой лестнице. Можно подниматься и спускаться по другой. По одному, пожалуйста. Сейчас. А теперь молчать. А теперь молчать. Запаха сирени, Весны благоухани, В цветущих облаках Качают и плывут В волнах боготворенья, В зиме оставив холод, Лень и страх От средневых ветвей, Душистое волненье, Приходы, торжество, Светочный в водопад. И это нагота Любовного томления Тревожит душу так, Как много лет назад. И это нагота Любовного томления Тревожит душу так, Как много лет назад. Я не могу ломать И это нежнейший парамет. Ты для души моей Чудесная награда И вновь пронзает сердце Любви манящий взгляд. Ты для души моей Чудесная награда И стрелой пронзил мне сердце Любви манящий взгляд. У меня сегодня настроение Пить вино и песни разбивать В небе светит солнышко весеннее И звенит котлей с утра опять Полчилась зима мороза длинная Впереди зеленая пора Радуюсь чему-то без причины я А не грустно было мне вчера Как люблю я эти дни весенние Вежима голубую благодать И в груди знакомое волнение Сердце поставляет препятать У меня сегодня настроение Пить вино и песни разбивать Тает темный снег и нет сомнения Что растает он недолго ждать Закурчали ручейки весенние Талая вода ломает озер Вечная природа и обновления Радость и надежду мне дает У меня сегодня настроение Пить вино и песни разбивать Хорошо, какое упоение Жить, любить, весна пришла опять Хорошо, какое упоение Жить, любить, весна пришла опять Жить, любить, весна пришла опять АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Убеждаюсь весной я вновь Миром правит не зло, а любовь И хочу, чтобы мне через год Опять довелось ледоход встречать И хочу, чтобы мне через год Опять довелось ледоход встречать Полованье и сенье и надежь и любви Обновление это нового лета растения Береги и души очищения Дорогие друзья, прямо сейчас на втором этаже В зоне презентации литературного кафе Продолжается автограф сессии Известной российской актрисы Народно-артистки РСВСР Ларисы Анатольевны Лужиной Которая представила сегодня в нашем Магазине свою автобиографичную Автоби... простите Автобиографическую книгу Жизнь по вертикали Мы приглашаем каждого из вас, дорогие друзья На второй этаж Прямо сейчас вход свободный Получить заветный автограф И приобрести новую книгу Ларисы Лужиной Если вы еще это не сделали То у вас есть возможность Книга еще осталась на выкладке Книги не так много в нашем магазине Поэтому торопитесь Уникальная возможность Взять книгу в подарок На себе с автографом От известной российской актрисы ПОЕТ Веселый класс Веселый класс П Chr数ен Я сам попал в мою судьбу, в другой себе не представляю. Я верность не уберегу, и ни на что не променяю. Я верность не уберегу, и ни на что не променяю. В полетах прозу времени не махло, с приспорного взлётной часы. Я отбитал свою и воду настало, срулить пора со взлётной полосы. Но я душой остался в сиюне век, не признаю запреданную мечту. Во сне летаю, как все внутри медленно, и снова набираю высоту. Я сам попал в мою судьбу, в другой себе не представляю. Я верность не уберегу, и ни на что не променяю. Я верность не уберегу, и ни на что не променяю. Судьба не разно точно не смыкала. Спасибо ей обиды не даю. Она мне право выбора давала. Я верность не уберегу, и ни на что не променяю. Я верность не уберегу, и ни на что не променяю. Я верность не уберегу, и ни на что не променяю. Я вернусь на нужное место, но я не уберегу. Я его нужно уберегу. Осень готовился к этой встрече И твое долгожданное очень рождение Поведино связало все поколения Здравствуй, Мишка, засияло всё твое Лишь во ночи заслончий мой Красночий мой родной И в хитрости ты желаешь Если света и пепла Предстоит тебе идти По счастливому пути И хочу я, чтобы ты Не утратил ты чистоты Был бы радостью для всех И с тобой дружил успех Здравствуй, Мух, я дождался тебя Когда Улетели куда-то, где птицы, года И я молодой, а мой сын, мой отец Был такой же, как ты, малыш, молодец И в твоём удивительном чуде рождении И его, и своё вижу я Продолжение Здравствуй, Мишка, здравствуй, внук Изменилось всё вокруг И в хитрости ты желаешь Ты звоночек звонкий мой Ты росточек мой родной Ты без хитрости и без зла Здесь и света и пепла Предстоит тебе идти По счастливому пути И хочу я, чтобы ты Не утратил чистоты Был бы радостью для всех И с тобой дружил успех Аплодисменты АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Спасибо.